19 января отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день, по традиции, сотни верующих устремляются в храмы, чтобы на весь год запастись святой водой. Одновременно с этим в церквях проходят праздничные богослужения. На одном из них, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, побывала съемочная группа нашего телеканала. Утром в среду 19 января в Покровском храме города Твери многолюдно. Десятки верующих пришли сюда, чтобы принять участие в торжественном богослужении, посвященном Крещению Господне – одному из главных христианских праздников. Он отсылает нас к евангельской истории Крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Одновременно праздник этот называется Богоявлением. Богоявлением он называется, что во время Крещения Господа нам явилась Святая Троица. Это Бог Отец, Святой Дух и Сам Иисус Христос. С праздником Богоявления или Крещения Господня у верующих связан целый ряд традиций. Но, пожалуй, главный из них – купание в освященной проруби и набор святой воды. За освященной жидкостью прихожане выстраиваются в большие очереди, но, как отмечают священнослужители, воды хватает всем желающим. При этом, напоминают представители Русской Православной Церкви, чтобы святая вода проявила свои чудодейственные свойства, относиться к ней нужно как к святыне. Очень хороший был совет у, почитаемым многими нашими старцами, Иоанна Крестьянкина. Он советовал людям тяжело больным, душевно больным, физически больным, каждый день натощак с просфоркой принимать крещенскую воду. Кроме тех случаев, когда какие-то особые болезни, особые скорби, ее кропят дома, кропят самые различные вещи. Кроме того, священнослужители советуют, что называется, не жадничать и брать ровно столько воды, сколько вам необходимо. А хранить освященную жидкость лучше всего рядом с иконами, в чистой опрятной таре. Свои секреты, как использовать святую воду, есть и у самих тверетян. Каждое утро пью где-то, может быть, ложку, может быть, полстаканчик, а так для очищения. Насколько вообще для вас было важно сегодня прийти в храм? Мне было важно сегодня окунуться в прорубь. Окунались ночью? Да. Не ночью, нет. Вот сейчас перед храмом зашла на речной вокзал, окунулась и потом пошла. Натощак батюшка сказал, надо пить. Он как бы помогает, исцеляет от болезней. Ну и вообще для души полезно. Насколько для вас сегодня было важно в праздник крещения Господня сюда прийти в храм, набрать святой воды и участвовали в службе праздничных. Да, важно. Конечно, мы придерживаемся всех этих праздников, посты соблюдаем. Ну, как бы, ведем православный образ жизни. Святая вода – это основа нашей жизни. Она дает здоровье, уверенность в том, что все будет хорошо. Слава Богу. Используем всегда, когда необходимо. Когда необходимо здоровье поправить, вообще в освещение дома, дач, там, у кого земельные участки. В общем, святая вода – это помощь людям, великая помощь от Господа. Принимаю по утрам, понемножку перед едой. Очень важно. Это такой праздник, удивительный праздник крещения. Я для всех родственников по заказу. Православные христиане будут отмечать крещение Господне до 26 января. В течение этого времени в церквях будут проходить праздничные богослужения, а верующие будут ходить друг к другу в гости, готовить угощения, поздравлять друг друга.